В совершенно секретных архивах по всему миру хранятся тысячи смертельно опасных документов, способных изменить ход мировой истории. Но вы думаете, если документ спрятан за семью печатями, до него не добраться? При помощи новейших компьютерных разработок можно достать любую из самых опасных информационных бомб. Конечно, если у вас есть... Код доступа. В современном мире для того, чтобы одержать победу в информационной войне, порой достаточно одного мощного сервера, одного новейшего компьютера, ну и, конечно, одного опытного программиста. Он садится к монитору, нажимает на клавишу, и дело сделано. Вы в этом сомневаетесь. Напрасно. Приведу самый свежий пример. Президентские выборы, как это ни парадоксально звучит, выиграл не только Дональд Трамп, но и вот эта компьютерная программа. За две недели до голосования, 11 октября 2016 года, ровно в 8 часов утра по вашингтонскому времени, программа, написанная языком C++, выложила на тысячах сайтах в США и по всему миру электронную переписку Хиллари Клинтон и ее ближайших помощников. И это была информационная бомба. Оказалось, что команда Клинтон целенаправленно подкупала государственных чиновников по всему миру, финансировала арабских террористов и давала огромные взятки журналистам. Так кто же нанес этот сокрушительный удар по избирательной кампании Хиллари Клинтон? Совсем не русский хакер. А вот этот человек. Его имя Джулиан Асанж. Ну а теперь самое главное. На кого же он работает? Самая масштабная утечка информации за всю мировую историю. Этот человек опубликовал миллионы секретных документов, выкраденных у спецслужб правительств политиков. Одних только писем Хиллари Клинтон – 80 тысяч. В США его называют врагом государства номер один. До него этого титула удостаивался только Усама бен Ладен. Джордж Буш сказал, что Асанж нанес США вреда больше, чем Аль-Каида и Талибан вместе взятые. Хиллари Клинтон предлагал уничтожить его ударом с беспилотника. А Барак Обама заявил, что Джулиан – русский агент и работает на Кремле. На кого на самом деле работает легендарный разоблачитель, бросивший вызов американскому мировому господству? Вспомним Америку 90-х годов. Процветающая, могущественная, единственная сверхдержава на планете. Холодная война закончилась, Советский Союз распался. Мечты о мировой гегемонии сбылись. А что дальше? Лучшие умы США понимают, для того, чтобы Америка оставалась сверхдержавой и сохранила свое господство, нужно продвижение одной – американской идеологии по всему миру. Так в 1997 году появился скандальный проект под названием «Новый американский век». Когда владеешь всеми информационными каналами, когда ты говоришь свою истину со всех мест и через интернет, и через телевизор, и через радио, и через печатные СМИ, везде это становится истиной. Как минимум потому, что нет альтернативы. Но для продвижения концепции глобального лидерства США, мир должен слышать только нужную Америке правду. И для этого информационное поле должно быть зачищено. Опробовали новую концепцию на Югославии. Благодаря широкому освещению в СМИ, весь мир знал – сербы плохие, албанцы и косовары хорошие. Албанцев защищаем, сербов бомбим. Вот она – концепция продвижения американской идеологии в действии. Кто контролирует информацию, тот пишет правду. ООН отказалась выдавать мандат на проведение операции против Югославии. Но США он был не нужен. Информационная атака и так сработала. Американцы разбомбили и разъединили чужую страну, ликвидировали ее президента и объявили, что все это сделано во имя прав человека. Концепция тотальной лжи сработала на отлично. Дальше пошло по накатанной. Югославия, к сожалению, стала разменной монетой, на которой было показано, как будет реализовываться вот эта политика. Они, конечно, будут выдавать и Слободана Милошевича за военного преступника, но суд в Гаге так этого и не постановил. Они будут выдавать сербов, как людей, которые занимались геноцидом, хотя Соединенные Штаты спровоцировали гражданскую войну в этой стране, поставив ее на грань выживания. Посмотрите, как работает технология превращения лжи в правду. 13 декабря 2016 года представитель США в ООН Саманта Пауэр сравнила действия властей России и Сирии под Алеппо с геноцидом мирных жителей в Ираке, Руанде и югославской деревне Сребреница. Ваши войска и марионетки совершают эти преступления. Ваши бочковые бомбы, снаряды и авиаудары позволили вооруженным отрядам в Алеппо окружить тысячи мирных жителей и стянуть на их шее петлю. Вам должно быть стыдно за это. Вот какой ответ госпожа Пауэр получила от представителя России Виталия Чоркина. Ну, мне особенно странным, конечно же, показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете. Вспомните послужной список своей страны. И потом уже начинаете рассуждать с позицией морального или какого-то другого превосходства. Вранье во внешней политике США было нормой на протяжении многих лет. А ситуация в Сирии или на Украине регулярно на весь мир тиражировалась откровенная ложь. Не говоря уже о том порядке, который американские войска навели в Ираке. Мне особенно, я должен сказать, понравилось заявление постоянного представителя Соединенных Штатов, напоминающее членам Совета Безопасности о том, что государства в своих действиях должны воздерживаться от использования или угрозы применения силой. А я хотел бы спросить уважаемого представителя Соединенных Штатов. Оружие это массового поражения нашли в Ираке или все еще ищете? Президента Ирака Саддама Хусейна зверски казнили. Сотни тысяч мирных иракцев погибли. Оружие массового поражения в Ираке американцы так и не нашли. Зато Россия лишилась своего ключевого партнера на Ближнем Востоке. А США взяли под контроль огромные запасы нефти. Это было в 2006-м, когда никто еще не осмеливался противоречить Великой Америке. Им надо кого-то эксплуатировать, их надо кого-то грабить, по-русски говоря. С кого-то надо тащить доходы. Естественно, они ищут слабых, а кого? Какой бандит будет грабить сильный банк? Никакой, они же не идиоты. Но в том же 2006-м произошло еще одно непримечательное событие. Неизвестный программист Джулиан Асанж зарегистрировал некий сайт под названием «Викиликс». Эдакий огромный почтовый ящик, куда каждый желающий может прислать компромат на кого угодно. Люди Асанжа проверят документы и, если они подлинные, выложат для всеобщего обозрения. Этого человека, который бросил вызов огромной системе лжи, никто даже не заметил. Сначала. Но после первого удара, который Асанж нанесет по репутации США, всех будет будоражить вопрос. Кто он? Борец за правду, восставший против несправедливости? Асанж стал знаменит на весь мир после того, как обнародовал в сети интернет вот это видео. Женщины-детей мы просим отойти от экранов. Эти кадры могут шокировать. Эта съемка была сделана во время войны в Ираке 12 июля 2007 года. Видеозапись ведется с боевого вертолета. Пилот переговаривается с радистом одного из наземных подразделений американской армии. Вы видите оружие в руках у этих людей? Нет? И мы не видим. А пилоты американской армии видят и докладывают – оружие есть. Смотрите, этот человек просто сидит на корточках. У него фотоаппарат. Убили как собаку. Потом станет известно. Вооруженных боевиков тут не было вообще. Пилоты расстреляли мирных жителей. Погибли двое репортеров информагентства «Рейтерс». Вы видите, как раненый человек пытается спастись. Это один из журналистов. Трое местных жителей пытаются занести раненого в фургон. В изрешеченном фургоне будут обнаружены тела четырех мужчин и двое раненых детей. Вот когда говорили о том, что военные преступления во Второй мировой войне носили такой масштабный характер, и это было бесчеловечно, то я считаю, что американцы сейчас дошли до той степени, что они переплюнули всех. После публикации иракского досье, 400 тысяч документов, Белый дом был в ярости. Репутацией Америки нанесен сокрушительный удар. Миллионы людей во всем мире пишут в интернете, что с их глаз спали розовые очки, что они не ожидали от американцев такого. Поход в Ирак был не борьбой за демократию, за ним стоял коммерческий расчет и подлог. И кто разоблачил Великую Америку? Никому неизвестный хакер, бросивший вызов системе. Но не мог же он сотворить все это в одиночку? Откуда у него эти кадры? Как он мог получить секретные материалы американских военных? Кто за ним стоит? Чтобы это понять, выясним, а что известно об Асанже. Какие ответы может дать его биография? Ведь факты из его жизни вполне могут оказаться частью большой игры. 7 июня 2010 года в американском журнале «Нью-Йоркер» появилась статья под названием «Никаких секретов». Она до сих пор в интернете и содержит самую подробную биографию Джулиана Асанжи. Самую подробную и единственную в сети. Странно, правда? Попробуем найти любую другую оригинальную информацию об этом всемирно известном человеке. Эта ссылка ведет в никуда. И это тоже. И это. В интернете только череда дублирующих друг друга новостей о сегодняшней жизни Асанжи. Более подробная информация о всемирно известном хакере из интернета профессионально удалена. Асанж родился в Австралии в 1971 году у ирландской эмигрантки Кристин Хокинс. Его мать убежденная антиамериканистка и пацифистка. Возможно, именно от нее Асанжу наследовал ненависть к воинам и желание всегда идти наперекор системе. Его биологический отец сбежал, когда только узнал, что мама беременная. Отчим – это другой мужчина. Затем в жизни матери появился третий член этой секты – семья, где дети воспитывались всей коммунной. В 16 лет Джулиан, так же как весь мир, следил за новостями. В СССР началась перестройка. На Красной площади сел Матиас Руст. Но главное – из-за сбоя в работе компьютера воздушно-космической обороны США, мир оказался на пороге ядерной войны. Подросток Джулиан, вероятно, уже тогда понимал, что возможности компьютеров превзойдут все самые смелые мечты человечества. Он купил модем и всерьез увлекся программированием. Свою первую серьезную хакерскую атаку он предпринял вместе с немногочисленными друзьями. «Черви против ядерных убийц». Название этой хакерской организации появилось на мониторах космического агентства НАСА перед самой посадкой шаттла «Атлантис». То есть есть такой идеалист, который борется против мировой скверны, борется теми доступными способами, которые у него есть. Это была первая хакерская атака в истории НАСА и первая кибервылазка самого Джулиана. Тогда малолетние хакеры всего-навсего получили предупреждение. Но это был последний раз, когда Ассанж отделался так легко. А вот публикация иракского досье приведет к куда более серьезным последствиям. Через три месяца после появления на сайте скандального видео с расстрелом детей и мирных жителей в Ираке, Бараку Обаме пришлось официально объявить о завершении военной операции и начать выводить войска. Джулиан – издатель. У него есть право на свободу слова. Вы не можете просто взять и убить кого-то за то, что этот человек говорит правду. Что касается операций в Ираке, я была абсолютно шокирована тем, что кто-то, кто обладает властью, может так спокойно распоряжаться чьей-либо жизнью. Это преступление. Как только последний солдат вернулся в Америку, власти Швеции тут же предъявили Джулиану Ассанжу обвинение в изнасиловании. История достаточно мутная. Он переспал без презерватива с миссис А и с миссис W, которая в это время спала и, значит, не могла сопротивляться. Ассанж был объявлен в международный розыск, но особо не прятался. Жил в Лондоне довольно открыто и запуганным отнюдь не казался. Полиция арестовывала Ассанжа и выпускала под залог. Блокировала его счета и кредитные карты. Адвокаты знаменитого хакера пачками строчили апелляции в Верховный суд. Так почему же хакер так свободно себя ведет? Кто его прикрывает? И почему биография Джулиана Ассанжа так тщательно подчищена? Быть может, за ним стоит ЦРУ? Сторонники этой версии считают, что все его хакерские атаки и выбросы в прессу ничто иное, как слив нужной для Америки информации. Это Беной Камп Марк. Один из основателей Викиликс и друг Ассанжа. Впервые в эксклюзивном интервью нашей программе он рассказывает, как создавался скандальный сайт. Было несколько человек, разбросанных по всему миру. Потом появился Ассанж, который принял на себя должность главного редактора. Главным новшеством стал сайт, который позволил людям загружать засекреченные данные, которые потом можно было скачать. Это было революционным решением. Но кто обеспечивал финансовую поддержку Викиликс на старте? Беной говорит, что деньги всегда где-то находил сам Ассанж. Большую часть денег сайт получал из частных источников. Точно, что он является инструментом. Однозначно, инструментом спецслужб. Какой стороны? Здесь, наверное, вопрос в большей степени специалистам, но я уверен, что крупнейшие разведки мира знают. Знают, кто стоит за ним. Многие эксперты считают, что версия о возможном финансировании ЦРУ вполне жизнеспособна. Есть и другие аргументы в пользу этой версии. Оказывается, страшное видео из Ирака о расстреле мирных жителей передал Ассанжу солдат американской армии Брэдли Мэнинг. Сейчас это уже не мужчина, а вполне миловидная девушка Челси. После ареста солдат сменил пол. Еще до назначения Мэнинга на должность аналитика разведки США многие военные сомневались в его психической стабильности. Так почему же на это место назначили неуравновешенного человека? Может, обнародование фактов зверств американских солдат было задумано? Так кому же нужно было закончить войну? И кто заплатил за это Ассанжу? Кстати, по приговору военного трибунала США Челси Мэнинг назначили 35 лет заключения. Но уже в январе этого года Барак Обама смягчил приговор, и бывший солдат может выйти на свободу этой весной. Все эти спекуляции с законом весьма похожи на методы работы ЦРУ. Получается, что Ассанж и правда мог быть агентом ЦРУ. Многие так и считали, пока Джулиан не нанес свой следующий удар. В Белом доме пьют шампанское. За время первого срока Барака Обамы на посту президента Америки случилось много хорошего. Началась так называемая арабская весна. Кровавые перевороты в Египте, Тунисе, Ливии, Емени и Ордании. Военные революции приносят баснословные прибыли. На этой радостной волне Обама объявляет. Он будет баллотироваться на второй срок. Еще так много надо сделать. В самый разгар поздравлений и приветственных телеграмм в адрес Барака Обамы Викиликс начинает беспрецедентную информационную атаку. Эти кадры перевернули весь мир. Сегодня, наверное, нет на земле человека, который не слышал бы о пытках в Гуантанамо. Они там построили тайные пыточные тюрьмы, чтобы не пытать это на территории США и вообще, чтобы юридических претензий не было. На этом видео одна испыток. На протяжении нескольких часов на голову заключенному льют ледяную воду. Из материалов, которые Ассанж выложил в сеть, все узнали, что узники Гуантанамо ежедневно подвергались нечеловеческим жестоким наказаниям. Побои, травля собаками, многочасовое стояние на коленях. Их держали в закрытых ящиках, напоминающих гроб, не сообщая, какое сейчас время суток и день недель. Когда у заключенных начинались галлюцинации, охранники лишь подыгрывали, доводя своих жертв до полного безумия. И эти методы были полностью одобрены Министерством обороны США. Я считаю, что Гуантанамо это показательный пример того, что в тот момент, когда США говорят о свободе и демократии, это лишь только прикрытие для каких-то своих экономических или иных интересов американских элит. Джулиан Ассенж в очередной раз нанес страшный удар по американской демократии. И именно в тот момент, когда ажиотаж от действия Великой Америки в мире достиг апогея. Ассенж показал всему миру, вместо того, чтобы мучить заключенных, американские власти могли бы заняться своей экономикой. Объем национального долга США уже составил более 15 триллионов долларов. А это 99,9% ВВП страны. Осенью 2011-го в США впервые за многие десятилетия начинаются массовые акции протеста под лозунгом «Захвати Уолл-Стрит». Не слишком ли вы влиятельны, мистер Ассенж? Неужели компьютерному гению удалось не только разоблачить американскую демократию, но и начать управлять Америкой изнутри? Или все действия – это четко разработанный циничный план очень могущественных сил, стоящих за Ассенжем? Но что это за силы? А теперь давайте посмотрим на официальную биографию Джулиана Ассенжи. В 1993 году Джулиан был задержан за хакерскую атаку на крупный канадский банк. Ассенжа обвинили в том, что он увел с банковских счетов огромную сумму – 500 миллионов долларов. По идее, его должны были посадить в тюрьму еще в 20-летнем возрасте за попытку кражи со счетов американского Ситибанка – 500 миллионов долларов. Однако, свершилось чудо. И вместо обвинительного приговора – постановление о завершении следствия. Из небытия молодой хакер Джулиан вынырнул богачом. Вот так выглядел офис Викиликс в 2006 году. Оформлен в лучших традициях Голливуда – прямо-таки убежище Бэтмена. Серверы интернет-провайдера, с которым у Ассенжа был контракт, находились в бункере под центральным парком Стокгольма на 30-метровой глубине. Но кто обеспечивал финансовую поддержку Викиликс на старте? Кто позволил хакеру оставить себе украденные деньги? Или это была плата за работу? Смотрите далее. Кто стоит за Джулианом Ассенжем? Что такого написала в своих письмах 70-летняя Хиллари Клинтон, что это стоило ей президентского кресла? Смотрите далее. Код доступа. Смотрите сразу после рекламы. После развала Советского Союза американские политики очень быстро привыкли к тому, что теперь США могут делать на международной арене все, что угодно. Конгрессмены, госсекретари и даже президенты перед всем миром с уверенным видом произносили откровенную ложь. В нее поверят. Ведь информационное поле зачищено от любых альтернативных мнений. Россия – единственная страна, которая открыто каждый день бросает вызов американской монополии на правду. Но российский взгляд на события на Западе всячески блокируется. Помните август 2008 года? О чем сообщали обывателю ведущие мировые телеканалы? Не о том, что президент Грузии Михаил Саакашвили совершил военное преступление, атаковал российских миротворцев и город Схинвал. А о том, что Россия совершила акт агрессии и пытается захватить крохотную Грузию. Вот сегодня поспред Грузии, как и вчера по телевидению, сокрушаются по поводу гибели мирных людей в Грузии. И действительно, любая гибель мирных людей вызывает тревогу и сожаление. Но почему же они не сокрушались по этому поводу, когда стирали с лица земли Схинвали? Такие неудобные вопросы американский зритель раньше не мог услышать. Телеканалы CNN и BBC их просто не показывали. Но теперь даже американские журналисты нередко смеются над абсурдными заявлениями чиновников США. Появился даже такой термин – феномен ПСАКИ. В честь официального представителя Госдепартамента США Дженнифер ПСАКИ. Для нее было абсолютно естественным от лица США регулярно говорить полную ерунду, зато с абсолютно серьезным и уверенным видом. Мы не признаем результаты противозаконного референдума о независимости, который прошел в Донецке и Луганске. Поступали доклады о выборных каруселях, заранее заполненных бюллетенях, о голосовании детей. Простите, а что такое выборная карусель? Вы знаете, я просто прочитала то, что здесь написано. Я тоже не знаю, что это значит. О голосовании детей не значит, что они садились на лошадей и катались по кругу? Нет, я не думаю, что имеется в виду это. Критика американских чиновников и дипломатов даже внутри США стала возможной во многом благодаря тому, что в середине 2000-х появился загадочный Джулиан Ассанж, которого услышал весь мир. Потому что он впервые стал говорить правду. Но почему же великие американские умы не смогли вычислить Ассанжа и позволили ему и дальше раскрывать шокирующие подробности американской политики? Кому была на руку правда от Джулиана Ассанжа? После того, как он нанесет свой следующий удар, появятся новые версии о том, в чьих интересах действует знаменитый хакер. 80 тысяч писем. Джулиан Ассанж опубликовал на сайте Викиликс всю переписку Хиллари Клинтон и ее соратников за многие годы. Вскрылось все. Как Саудовская Аравия и Катар финансировали предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, а взамен получали оружие, которое потом попадало в руки боевиков запрещенной организации ИГИЛ. Как было принято решение постоянно говорить о связи Трампа с Кремлем, чтобы отвлечь внимание избирателей от собственных проблем. У значительной части американского общества сформировалось стойкое убеждение, что Хиллари Клинтон – это самая влюбленная алгунья. Последние 5 тысяч писем Ассанж выложил прямо в день выборов 8 ноября 2016 года. Больше Викиликс не опубликовал про Хиллари Клинтон ни слова. Даже уже и не нужно было. Победил Дональд Трамп. Власти США заявили. Беспрецедентную атаку на штаб Хиллари Клинтон провели русские хакеры. А Джулиан Ассанж и сайт Викиликс – это хитроумный проект Кремля. Российское правительство занимается шпионажем против американцев. Никаких подтверждений этому, кроме заявлений представителей штаба Клинтона, никаких подтверждений этому нет. Нам, безусловно, приятно, что именно программистов, компьютерщиков, специалистов, айтишников, хакеров, в конечном счете, российского происхождения на Западе считают самыми башковитыми и продвинутыми. Это греет наше национальное самосознание. Но в то же время пусть нам хотя бы назовут одну фамилию того, кто занимался взломом штаба Клинтона и его почты. Американское новостное интернет-издание со ссылкой на источник в ЦРУ заявило. Письмо Хиллари якобы взломал и передал Ассанжу русский хакер. Назвали не фамилию, а сетевое имя, так называемый ник. На компьютере неизвестного хакера был установлен так называемый русский ключ. Программа, которая позволяет использовать любую клавиатуру для печати русского текста. Мало того, что неизвестный хакер якобы использовал логин «Феликс Эдмундович», набранный в английском регистре слитно русскими буквами. По версии американской прессы, госпожа госсекретарь в 2009 году приезжала в Россию с личным ноутбуком и неоднократно заходила в свой почтовый ящик, находясь в Москве. В свой самый обычный почтовый ящик, а не на защищенный правительственный сервер. Вашингтон-Пост пишет, что хитроумные русские хакеры якобы сумели этим воспользоваться и взломали пароль Хиллари Клинтон. Это еще одна попытка привлечь внимание публики к теории заговора и источникам, а не к информации, которая содержится в письмах Клинтон, к информации о демократической партии. Как только они увидели все это, они сказали, «О нет, давайте сфокусируемся на России, на абсолютно другой стране». Это попытка отвлечь внимание от проблем, которые действительно существуют в демократической партии. 17 декабря грустный Барак Обама дал свою последнюю пресс-конференцию в Белом доме. Постаревший, посидевший. Он мало напоминал президента Надежды, случезарной голливудской улыбкой, который уверенной походкой вошел в овальный кабинет 8 лет назад. За эти 8 лет от репутации Америки, как гуманной страны-освободителя, с честной и порядочной элитой, не осталось камня на камне. 37% республиканцев поддерживают Владимира Путина. 37% Человека из КГБ. Рональд Рейган в гробу перевернулся бы. Как это могло произойти? Может ли Джулиан Ассанж быть русским агентом? Заметьте, авторы этой версии – те, кто давно привык списывать свои неудачи на Россию. Уже этого достаточно, чтобы поставить их заявление под сомнение. Но, несмотря на всю абсурдность этой версии, мы все-таки попытались отыскать в деле Ассанжа русский след. Корреспондент телеканала «Звезда» Максим Дадонов был первым российским журналистом, которому удалось побеседовать с Джулианом Ассанжем. Это эксклюзивное интервью было записано в 2011 году. Я был в России в 1999 году. Это было путешествие из Берлина в Гонконг. Я проехал через Россию, Монголию и Китай. Что я там делал? Ну, были дела, скажем так. Быть может, и есть какая-то логика в том, что Джулиан Ассанж – агент Кремля. Если бы не одна деталь. Это Джон Янг. В прошлом журналист. Мало кто знает, что именно этот человек, а вовсе не Джулиан Ассанж, является основателем сайта Wikileaks. Домен wikileaks.org был зарегистрирован Джоном Янгом в 2006 году. А в 2007-м разразился скандал. Джон Янг объявил, что покидает команду Wikileaks, потому что Ассанж связан с ЦРУ. В качестве доказательства он опубликовал 150 зашифрованных электронных писем Джулиана, которые, по его мнению, были инструкциями из Агентства национальной безопасности, главной спецслужбы США. Ассанж ловко манипулирует общественным мнением, направляя его не против всей системы американской военщины, а лишь против определенных неугодных личностей в армии или в правительстве. Если журналист Джон Янг прав, и Джулиан Ассанж на самом деле работает на спецслужбы США, тогда вырисовывается простая схема. Сначала такой агент публикует громкие, но безопасные сведения. Они создают репутацию борца с системой. А затем начинает доносить дезинформацию, которая этой системе играет на руку. Подобным образом, 40 лет назад власти США анонсировали программу глобального господства в космосе, «Звездные войны», тем самым спровоцировав Советский Союз на фантастические, но бессмысленные траты. «Викиликс» — это американская информационная пушка очень большого калибра, которая была создана американцами. Единственный секрет, которым он владеет, на самом деле, это то, на кого он работал в Америке. Ассанж вполне мог быть агентом АНБ, если бы не одно «но». Стараниями австралийского хакера за 10 лет репутация США во всем мире была фактически уничтожена. Ни одна спецслужба сознательно не пошла бы на это. Так кто он, Джулиан Ассанж? Он действительно сам пошел против системы? Или был создан этой системой, чтобы управлять миром? Как ни странно, но и политологи, и биографы Ассанжа упускают из вида самую простую и самую логичную версию только потому, что она кажется слишком простой. А что, если Джулиан Ассанж не является агентом ничьей разведки просто потому, что работает сам на себя? Он работает только на одного босса. И босс этот называется Джулиан Ассанж. Он возник именно тогда, когда был максимально востребованным. Здесь, в крошечной комнате посольства Эквадора в Лондоне, уже пятый год живет знаменитый разоблачитель. Джулиан не может выйти из здания посольства, предоставившего ему политическое убежище. По периметру круглосуточно дежурят снайперы. Очень грустно, что мои дети и жена живут на данный момент в Париже. Для меня это трудно. Трудно быть вдалеке от них. Это не тюрьма. Это гораздо хуже. В тюрьме человек хотя бы знает отведенный ему срок. Я, честно говоря, после всего, что произошло, не поставил бы и ломаного гроша за его жизнь. Он поставил на кон свою жизнь. Он поставил все. Джулиан каждый день занимается на тренажере, ест пиццу, которую ему передают друзья. И угрожает Вашингтону. Он еще не все сказал. Если что-то случится с его близкими, Ассанж припас самый страшный компромат против США. Итак, убийственный компромат, заготовленный Ассанжем на самый крайний случай. Вот как это выглядит. Три самых обычных ссылки на страничке в социальной сети. Здесь, если верить Ассанжу, 440 гигабайт сверхсекретной информации о самых громких преступлениях западных политиков. Каждый из нас может прикоснуться к тайне и получить эти файлы. Видите? Скачать их легко. Но файлы не открываются, потому что защищены паролем. Он очень сложный. Суперкомпьютер будет подбирать код лет 20. Вручную понадобится лет 300. Кроме этого, Ассанж раз в два дня меняет один символ. Джулиан Ассанж снова поставил на кон свою жизнь. Кто знает, когда ему удастся покинуть политическое убежище и удастся ли вообще. Посмотрит на солнце, будет со своей семьей. Это важно, ведь он столько времени был изолирован от своей семьи. Герой-одиночка. Человек, который не смог молчать. Кто знает, может только такие люди и способны изменить этот мир к лучшему. Спецслужбы всего мира хотели бы заполучить себе такого агента, как Джулиан Ассанж. И американская ЦРУ, и британская МИ-6, и израильский МОСАТ, и китайская разведка. Да и служба внешней разведки Российской Федерации была бы, наверное, не прочь поработать с таким агентом. Но, увы, на современном театре боевых информационных действий славнокомандующий пока только один. И это сам Джулиан Ассанж. И его информационная война в самом разгаре. В середине октября прошлого года Ассанжу заблокировали доступ в интернет. Но разве этим остановишь информационный таран, готовый сокрушить на своем пути любые авторитеты? С вами был Павел Веденепин. И будьте осторожны. Под прицелом каждый из нас.